Друзья, всем привет! Мы с вами на канале Дарвиновский Мази Дети. Я Наталья Носова и, как обычно, я отвечаю на ваши вопросы и рассказываю что-нибудь интересное о животных. И сегодня мы с вами поговорим об удивительном осьминоге. И у меня есть такая коробочка загадочная, а в этой коробочке совершенно потрясающая раковина. Эта раковина принадлежит моллюску, которая называется аргонавт. О ней мы сегодня и поговорим с вами. Итак, кто же такие аргонавты? Ну, как я уже сказала, это род осьминогов, которые живут в открытом море, в поверхностных водах теплых морей. Свое название они получили по легенде еще во времена Аристотеля. Отправились в путешествие аргонавты, они плыли на корабле Арго, отправились они в Колхиду за Золотым Руном. Так вот, Аристотель считал, что этот моллюск, который получил имя аргонавт, он свою раковину использует как корабль. То есть он в этой раковине, как аргонавты в корабле, плывет, а в качестве паруса он использует особые лопасти, которые находятся у него на спильных щупальцах. Но оказалось, что все это совсем не так. Аргонавт не использует эту раковину, как корабль. И тем не менее, название осталось до сих пор с тех самых древних времен. Надо сказать, что авторитет Аристотеля был настолько силен в науке, что вплоть до 19 века на старинных гравюрах аргонавтов именно так и изображали. Их лопасти были подняты вверх, и как будто бы служили парусом. И при помощи этого паруса аргонавты мчались по поверхности моря в своей раковине. Надо сказать, что у этих моллюсков очень сильно отличаются самец и самка. Они отличаются, прежде всего, конечно, размерами. И если самец совсем крошечный, и его размер не превышает одного-двух сантиметров, то самка значительно крупнее. Ее размер тела около 10-12 сантиметров, а раковина, как вы видите, довольно большая. Она может быть до 30 сантиметров длиной. Кстати говоря, раковина есть только у самок. Самцы, увы, раковина не имеют. И это связано с тем, что у раковины главное ее предназначение служить колыбелью подрастающему потомству. Именно внутри этой раковины самка вынашивает яйца. Кроме того, раковина обеспечивает ей хорошую плавучесть. Самка захватывает своими щупальцами пузыри воздуха, помещает их внутрь раковины. И сжимая или разжимая в этот пузырь воздуха, образовавшийся внутри раковины, она регулирует плавучесть и может либо подниматься ближе к поверхности, либо опускаться. И, соответственно, это еще помогает ей именно в тот момент, когда у нее появляется потомство. Потому что масса потомков по мере их развития постепенно увеличивается. И поэтому требуется большее количество воздуха для того, чтобы поддерживать этот вот замечательный такой кораблик на плато. Давайте посмотрим на раковину более внимательно. Во-первых, обращайте на себя внимание, что раковина необычайно тонкая и хрупкая. Не случайно органавты еще называют бумажным корабликом, потому что действительно его раковина, она такая прям полупрозрачная. И она вообще не похожа на раковины никаких других моллюсков. Но мы знаем, например, что есть моллюск такой, который называется наутилус. Это тоже головоногий моллюск современный, у которого есть раковина. Были в древности вымершие уже моллюски, которые назывались аммониты. Они тоже обладали раковинами, иногда довольно внушительных размеров. И эти раковины все были многокамерными. Внутри этих камер был воздух. А вот если мы с вами посмотрим внутрь раковины органавта, то мы увидим, что эта раковина однокамерная. В ней нет никаких перегородок. И она действительно такой вот своеобразный кораблик. Кроме того, эта раковина и по своей структуре, и по тому, как моллюск ее производит, она тоже отличается от всех остальных раковин. Если обычно другие моллюски производят свои раковины краем мантии, то есть именно там находятся у них специальные железы, которые вырабатывают вещества, необходимые для строительства раковины. То у органавта вот те самые лопасти, которые есть тоже только у самок, они содержат железы, образующие раковину. Ну, собственно говоря, поэтому они только самки и нужны. Кроме того, если у большинства моллюсков, у всех, вернее, моллюсков других, раковина состоит из органита, то у органавта эта раковина состоит из кальцита. И то и другое. И кальцит, и органит — это разные формы карбоната кальция, но, тем не менее, эти минералы отличаются по своей структуре. Поэтому вот в этом смысле раковина органавтов тоже совершенно особенная. Итак, бедный самец. Во-первых, он очень маленький. Кстати, у него маленькая продолжительность жизни. И, как правило, один раз размножившись, он после этого погибает. Раковины у него нет. Ну, просто какая-то беда. Что же у него есть? А у него есть специальная щупальца. Называется это щупальца гектокотель. Оно имеет своеобразное очень строение. Оно длинное и заканчивается таким червеобразным подвижным отростком. Оно используется для размножения. Несется запакованные сперматозоиды, которые при помощи этого щупальца доставляются в мантию самки. И в тот момент, когда осьминоги эти размножаются, то у самца органавта щупальца отрывается и совершенно самостоятельно отправляется на поиски самки и попадает к ней в мантию. Кстати, это специальное щупальце гектокотель, оно пока самец еще не половозрелый, оно находится в специальном таком мешочке. И поэтому, если мы смотрим с вами на такого молодого, еще не созревшего самца, ощущение, что у него не 8 щупалец, а только 7. Но эта щупальца до поры до времени просто спрятана укромно, чтобы с ним ничего плохого не случилось. Собственно говоря, по поводу щупальца есть один такой забавный научный курьез. Когда-то Жорж Кювье обнаружил внутри раковины самки органавта это щупальца и решил, что это такой какой-то неизвестной науке паразитический червь. И поэтому он его описал как паразитического червя и назвал его гектокотель, что в переводе означает многоприсосочник. Тем не менее, все-таки оказалось, что это вовсе не паразитический червь, а это такое особое щупальце, но название опять-таки тоже осталось. Вообще в науке нередко случаются курьезы, и если вам интересна эта тема, посмотрите видео Игоря Фадеева на взрослом нашем канале, который называется деревянный динозавр. Вы, вероятно, будете очень удивлены. Органавты это один из немногих осьминогов, у которых самки может размножаться в течение жизни неоднократно, потому что, увы, у большинства осьминогов жизнь довольно короткая, и когда самка размножается, а делает она это в каком-то укромном месте, в какой-то пещерке или расщельни камней, она заботится о своих яйцах, она прикрепляет их на стенки пещеры все это время, пока она заботится о своей кладке, она не питается и, как правило, погибает после того, как вылупляются ее детеныши. А вот у арганавтов в этом смысле все гораздо удобнее и практичнее происходит, и самка поэтому может размножаться неоднократно. Интересные еще факты об арганавтах, это то, что нередко самок замечали катающимися на медузах. Представьте, плывет медуза, а у нее на спине прикрепился моллюск-арганавт, который спокойненько себе путешествует по океану верхом на медузе. Но, как правило, он не только путешествует на медузе, он еще в это время, она, вернее, это самка, она еще в это время и ест ту самую медузу, к которой она прикрепилась. Но еще есть такое мнение, что щупальца медузы, которые снабжены стрекательными клетками, хорошо защищают самок арганавтов от хищников. Потому что, конечно, есть и любители съесть такого маленького симпатичного осьминога, и некоторые животные вполне неплохо на них охотятся. Охотиться на них могут, например, быстроплавающие рыбы, такие как тунцы, марлины, ну а также, например, дельфины нередко охотятся на этих животных. Как и у других осьминогов, у арганавтов есть особые хитрости для того, чтобы спастись в случае нападения врага. Про медузу я вам уже рассказала, но мы помним, что еще осьминоги великолепно умеют менять свою краску, и арганавты тоже могут это делать. Ну а если это не помогает, у них есть специальная чернильная капсула, и в случае опасности они могут выстреливать чернила, чтобы создавать такую своеобразную темную завесу, которая позволяет им вовремя скрыться от своих врагов. Так что видите, вот такое совершенно удивительное животное, о котором мы с вами сегодня поговорили. Кстати, вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам лайк. Не забывайте. И приходите к нам в музей, мы всегда рады вас видеть. Ну а если вы живете далеко и не можете наш музей посетить, на нашем сайте вы можете найти информацию об онлайн-занятиях, и одно из них посвящено моллюскам. Называется «Кто живет в ракушке». Ну и всем хорошего дня. Пока! Когда мне удается что-то такое подержать в руках, я прям сама себе завидую. Ну вот где еще? Работать будешь в каком-нибудь скучном, неинтересном месте, и ничего такого никогда в руках не подержишь. А когда работаешь в музее, прям ты счастливчик.